И раз, два, три, четыре, пять, продолжаем в мод от радиуса играть в игре Рим 2 Total War. Играем мы из Аспарту, приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала NRGames. Так, значит на Сингидун нападают Даурсы в отчаянной попытке захватить поселение, так как поселения у них больше нет и всего две армии. Две или, может быть, еще одна третья армия там осталась, какая-то небольшая, уже не помню, но две точно. Так, значит, превосходят они нас числом. В Сингидуне у нас вот такой вот гарнизончик, в автобусе, в принципе, на нашей стороне. Сейчас я вам настройки показываю, как обычно, уровень сложности высокий. Даурсы-то ладно, отобьемся как-нибудь. Самое главное, чтобы к нам Кнос подоспел на выручку, когда, блин, еще охот будет у Свебов, потому что Свебы тут недалеко, опять на границе, по-моему, стоят ихние отряды. Армии, и они могут также на Сингидуна напасть. Но, ладенько, давайте на данный момент отбиваться от Даурсов. Видим, как там со Свебами будет. Ой, какая отличная, красивая. Красивая погода, смотрите-ка, снежок у нас тут, зимушка-зима, все припорошилось снегом. Пацаны, вам не холодно? Хотя бы что-нибудь собрали бы какую-нибудь одежку у местных волонтеров, которые пожертвовали бы вам на благие дела одежку. Блин, классно все. Да? Графончик прям суперский. Здания такие все в снегу. Прям рождественская какая-то сказка. Так, ладненько, Даурсы. Щиты тоже такие все снежные. Тоже голодранцы. Уже давно бы на самом деле замерзли. Хотя бы костры развели, погрелись. Так, видим мы пять лестниц. Пять лестниц, пять лестниц. Все эти пять лестниц. Вот здесь вот, наверное, они припаркуют. Возможно, вот здесь вот. Пару лестниц. Может быть, одну. Ну, значит, вот этот клочок стены, вот эта вот гэшечка у нас, да, получается. Буквы Г. Будем, значит, 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 выставлять наших пикинеров. Ну, давай-ка, капитанчик Клеон. Так, 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 так. Ты вот здесь будешь пикинерами стоять. Так, даже поближе, наверное, вот так вот. Вот. Отличненько. Отсюда-то уж по-любому посыпятся враги. Ну и, конечно, они будут ворота захватывать. Здесь, ну, на стенах мы их встречать не будем. Пускай сбивают стяг, ворот. Я так думаю. Будем их встречать вот здесь вот на выходе. Вот тут вот на выходе. Раз. Пикинеры. Ну, давай попробуем вот здесь вот еще пикинеров поставить. Пока они подожгут ворота, в принципе, конники. У них там 4 отряда конников, да, или 3. Ну, не считай полководца. Балайос. Балайос. Так, где у них тут? Ой, блин. 5 отрядов. 5 отрядов. Будут поджигать ворота. Ну, это, в принципе, время займет, если чуя пикинеров перекинут сюда на укрепление. Значит, пикинеры у нас... Вот тут встанут. Вот так вот, ребятки. Сделаем упор. Далее пикинеры. Встанем здесь. Да. Не все, да? У меня пикинеров больше. Не осталось. Очень жалко. Так, теперь ладненько. Гоплиты. Гоплиты у нас. Очередь пошла. Гоплиты здесь. Стоим, держим строй. Отлично. Так, гоплиты. Тут стоим. Гоплиты стоим. Вот здесь вот. Ну, и, соответственно, вот тут вот мы тоже замыкаем такой вот кружочек. А вот этих гоплитов мы, чтобы капитана нашего немножечко вот тут вот охраняли. Да, отлично. Вот так вот. Теперь, как бы вот эти вот, вот эту вот башню не начали захватывать. Ну, на всякий случай, на всякий случай, давай-ка мы... Так, пацаны. Вы вот здесь вот встанете. На всякий случай вот так вот. Остальные ребятишки будем стоять здесь, если что, кидаться. У них есть копья. Так, и тут вот на углу. Ну, если что, на эту стену, вот к этой башне лучников мы перекинем своих пацанов. Перейков копейщиков. Так. Ну, давай попробуем прачниц. Городо здесь тоже поставить. Будут немножечко обстреливать они бегущих по стенам врагов. Так, лучники. Лучники, лучники. На лучники стоим. Блин, какой херово тут встаете. Вот этот, блин, гребаный ландшафтный дизайн. Так, лучники здесь тогда стоим. Раз. Два. Три. Три. Ну и... Ну и четыре. Ребятки, вот здесь вот как-нибудь будем автоматом стрелять. Тогда какой-нибудь враг появится. Будем его обстреливать. Все, в принципе, всех расставил, да? Начинаем битву. Фу. Самое главное выиграть эту бойню с меньшими, с желательно потерями. Так, все, поехали, парни. Так, не мерзнем. Не мерзнем. Ставим до последнего. Многие друзья в комментариях пишут, как приблизить так камеру. Это специальная программа какая-то стоит. Нет, кнопочка N. Вы просто нажимаете кнопочку N и все. А потом колесико мыши, приближение, отдаление делаете. Вот тут вот размыто, конечно, так. Размыто. Ну, вот так вот, если поближе опустить и кнопочкой нажать, все, вот здесь вот можно так вот увеличивать. Многие просто не знают о данной кнопочке чудесной. Поэтому вот вам сразу рассказываю и показываю. Даже вот так вот можно приблизить здесь вот прям, рассмотреть. Кнопочкой K, ну, английская есть, клавиатура перевести. K убирает все меню. Вот и возвращает его нам обратно. Менюшечку. Вот, опять нажимаю. Раз, все убралось. Можно даже N зажать. Оп, приблизилось. Да, вот такие вот чудесные кнопки. Значит, куда тут у нас будет... Лестница. Первая лестница это пойдут у нас, похоже, лирийские разбойники. Давайте, ребята, мы ждем, не дождемся прям вас. Сейчас битвы уже. Скорее бы вас перебить. Конится пока на марше. Они не торопятся поджигать ворота. Ну и хорошо. Так, кто-то у меня тут еще стреляет автоматом. По-моему, лучники хреначат. Так, пацаны, давай пока автомат вам выключим. Пускай они на стены доберутся. Потом их будем херачить. Тут пока башня лучников. Учников работает. Хотя... Хотя ладно, стреляйте, пофиг. Можно было попробовать поджечь лестницу. Но... Я думаю, мы и так без проблем. Разберемся с даурсами. Так, первая лестница. Полезли, да. Иллирийские разбойнички. Здесь будет две лестницы. Здесь что-то у них... За тупость небольшая идет. Ну, три лестницы будут. Ну, ладно, как. Две лестницы будут вот здесь вот. В этой части. Мне самое главное, сработала ли бы наша приманка из пикинеров. Так, пацаны, я не понял, где ваши пики. А вы у меня... Вы у меня не пайкманы. Ну-ка. Перестановочку делаем быстрее. Пока не поздно. Так, пошел у нас тут замес. Ага. Ага, выбегают. Вот, встречаем их, братцы. Молодцы. Стоим. Гасим их. Лычники пока работают. Отличненько. Херачат на стенах врагов. Блин. Кое-какие не попадают даже у нас. Стрелы как-то что-то. Так, здесь пацаны побежали. Сейчас спуск, наверное, тоже здесь будет. Держимся, братцы. Блин, или дальше побегут? Блядь, хотят, наверное, дальше побежать. У меня тут... Вот. Пошли прачнички. Полупить. Молодцы, молодцы. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Это одних. Один отряд уже... Даурсов разбили практически. Так, отсюда побегут или дальше побегут? Блядь, они куда-то дальше бегут, слушай. Или я ошибаюсь? О, здесь все-таки решили спуститься. Ну, нормально, здесь ванкердик будет. Хорошо, что дальше не побежали. Так, ребятки, давай вот сюда, поближе тогда. Хорошо, второй отряд тоже на нет сошел. На нашего военачальника напали. Замолчи, он обороняется. Ну, видим, стяг сбили. Ну и че, мы и без тяга справимся. Должны справиться. Так, ворота не жгут, ворот пока не жгут. Это хорошо. Еще один отрядец. Великолепно. Ну, вот здесь та же кнопочка вену, так и приблизили. Снег, кровь, зима, холода. Круто все. Все круто, пока что. Пока вроде бы отбиваемся, нормуль. Че там у лучников у меня стрелы? О, еще хватает. Еще и у парочников. Камушки-то имеются. Так, пацаны, давай сюда вот пошли. Поохраняем здесь немножечко тоже капитана нашего. Вы, по-моему, отстрелялись вообще, да? Ну, практически. Практически. Сюда я лучше прощничков. Да, они получше тут, наверное, будут кидать камушки. Че ворота открываются? Я не понял. Это для кого, ептать? Это че за хрень, ребята? Ну-ка, ушли отсюда. А, это убегают, короче, отступающие, да? Ну, на всякий случай, вот здесь вот перекрыли. Они, наоборот, наверное, идут сжечь. Ну да, сейчас будут кидать. Так что, лучники, давай-ка отряд сюда пошел. Пацаны, давай сюда, на эту стену. Ребятки, вы вот здесь вот. Нам надо их пострелять немножечко. Вы сюда, ребятки. Отлично. Тут мы всех грохнули. Они решили конницу, короче, привлечь. Сейчас нам надо быстрее как-нибудь лучников на стены. И перестрелять конницу. Давайте, ребята, грузитесь, грузитесь на лифте. Шучу, конечно, какие-нибудь. Ну, практически всех мы расхренакали. Так, давай, прачнички сюда пошли. Вы сразу сюда поднялись. Прачники тоже пригодятся нам, в принципе, сейчас. Так, ребят, вы сюда огонь. Через стену. Где у меня остальные-то лучники? Пацаны, давай вот сюда убедем. Вы, ребятки. Да давай сразу сюда огонь. Так, братва, ну-ка сюда пошли. Здесь огонь поконится. Сколько там воротам? Урон огнем 28 уже. Ну-ка, херачим их. Так, полезли на стены. Вот ворота захватываем. Сейчас еще и ворота у нас будут стрелять. Так, девчульки, давай сюда. Бегом. Мы здесь пошли сюда. Да, слушай, отлично. Сколько урон ворот на 37? Э-э-э, это фигня. Мы их сейчас перебьем тут. Ребят, вы достреливаете тут. Как и было, так и осталось. Давай сюда поближе пошли. Отлично. Так, девчонки, сюда огонь. Крутяк, крутяк, крутяк. Так, стопе, стопе, стопе. Давай сюда. Побежали. Быстрее. Сюда огонь. Сколько там урон? 46. Да, даже сейчас есть и придут. Мы, в принципе, тут. Нас отсюда уже не вышел. У нас уже отсюда никто не сдвинет. Так, капсула пошел. Здесь ребятки укрепим. На всякий случай. Так, тут сюда пошел огонь. Давай, ребята, здесь работаем. Круто. Так, все, отстрелялись, уходим отсюда. Ушли отсюда, а вы пришли сюда. Вы немножко подвинулись. И вы, давай, ребятки, сюда поближе. Все, огоньчик-огоньчик-огоньчик, ребятки. Вот здесь вот постараемся. И вот сюда вот тоже постараемся. Урон воротам 65%. В принципе, здесь можно покидаться, но куда вас? Давай, на всякий случай, сюда на стену пока. Сюда на стену пока. Сюда на стену пока. Ну, вот и великолепно. Огонь теперь все по этим застранцам. Ой, тут полковник их не остался. Балайонс. Балайонс. В принципе, и все. Последний штрикот, так ты отстрелялся, давай отсюда. Херач. Даже ворота не сожгли, да? 74% урон только огнем. Великолепно. Хотя еще все впереди, могут и уничтожить. Давай-ка вы, пацаны. Пошли. Нет, вы лучники сюда, вот, давай. А вы, пацаны, вот здесь вот встали. Копьями покидаемся. Если вы спеете, конечно. Куда тут еще сделаем? Так, 63, здесь 84%. Балайонс, а давайте гасим, братцы. Ну же. Тут еще отстрелялся. Да. Давай отсюда со стены пошел. Так, а где у нас вот этот? Ага. Ага. Давай сюда. Шагай. Сколько? 45. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, блин, 93 осталось. Нам бы желательно его бы разбить до того, как ворота падут. Вот, было бы круто. Давай ускорим этот процесс. Четыре процента, 34 воинов. 97%. 22 воина. Вражеский военачальник убил. Круто, вот и все. Не успели ворота, да? 79. А, 97, как и 79. Отличненько, все разбили. Завершаем битву. Какая была чудесная погода. Решительная победа. 67 все. Отлично. Прям гарнизончик всего 67 бойцов потерял. Нам надо сохранять здесь гарнизончик тоже, потому что еще своего могут на пайсках. Повторюсь, еще может быть вот вторая армия. Сейчас даурсов напасть. Так, луччики получили. Отлично, капитан даже до серебряной прокачался. Так, отпустим 1474 в казну получим. Давай отпустим. Денежки, в принципе, получим. Чтоб у даурсов не было денег. Я не знаю. Станут меньше у них деньги вообще. За пленных, если они отстегнут. Из ихней казны берется или так? Это просто чисто. Это просто чисто. Так, Родос. Детаны. Походили. Поселение Васада. Дельминий. Да, вот свебы как раз осаждают. Дельминий. Надо что-то решать с этим. А, дипломат предал вас. Это кто? Царский скиф еще сардиев. Сейчас должен дипломат вернуться. Лишь бы он нас не предал. Ну-ка, давай галочку нажмем. И что? Блин, предал нас. Все, сардиевыми отношениями ухудшились. Сьюперный театр. Это жесть. Так, несезонные условия Лирия. Поздняя весна. Лада, ранее весна. Новая особенность. Алексон. Неокультурное явление Лизмена. Плюс 2. Это хорошо. Общественный порядок. Заход плюс 2. Это провинция. Красота. Молодец, Алексон. Наглаживает тут порядок. Так, войска на нет. Отлично. Небоевые потери у нас. Дельминия потихонечку. Воины гибнут. Так, тайный агент раз открыт. Антис. Антис. Ордиейский антис. Уже тайный агент Ордиейский. Ёптать. Че тут с Ордиейми у нас? Минус 6. Зашибись. Просто зашибись. Ну, ладненько. Здесь Кнос у нас. Кнос. Аппеллу охраняют. Если на Аппеллу нападут. На Аполлонию, если нападут. Ордией. Ну, в принципе, тут войска хрена. В Аполлонии у нас что-то здесь. Блин, у них тут еще флот стоит. Аполлония. Аполлония. Аполлония 17-3. Ну, как-нибудь, может быть. Как-нибудь мы, может быть, справимся. Просто я хочу отсюда в армию взять и заслать к Дельминию. Просто нам необходимо к Дельминию заслать эту армию. Давайте-ка я все-таки вот так вот ее перешлю. Ну, если Ордией нападут, они на меня вот здесь вот будут нападать на эту армию. Здесь будет жесть. Еще у них подкрепление будет с эпидамна. Но я рискну. Мне надо Дельминий спасать. Мне надо Акаратата второго спасать. Со своей зажатой тут армией в тиски. Так, Усвебов. А новобранца с дубинами, копеечки новобранца. Но почему-то они не дохнут ни хрена в осаде. Так, тут девочка. Похить денежки. Здесь давай-ка ты. Уничтожи боеприпасы. Ага. Засранка провалилась. Так, солнышко, давай уничтожи боеприпасы здесь. А, персонаж ранен. Херовское что-то у нас тут все. Так, даурсы здесь гибнут, дохнут прям хорошо. Афиняне их добьют легко. Вот о чем я и говорил. Свебы здесь на Сингидун могут напасть. Но, в принципе, на Сингидуне гарнизончик-то так-то хороший. И чечет, объемся. Если с той же стороны, что и даурсы нападали, тем же самым макаром мы от них можем избавиться. Так, вот флот или ядер, блин, взять в осаду. Тем самым, может быть, на нас Свебы сейчас нападут к ядеру, снимут они осаду с Дельминия и перекинут свою армию. Или же поставить его в Аполлонию. Здесь-то к нашему подкреплению мы не сможем. Примирись, и на армию нападут. Нет? Нет. Блин, Каполоний, но тут Афиняне стоят. Самое главное, чтобы они войска отсюда не убрали. Давай-ка все-таки рискнем, и мы ядер возьмем в осаду. В блокаду, точнее. А что у них там за... Гарнизон был... Ой, блин. Ворожей. Пять отрядов. Давшие клятву на крови. Четыре отряда. Четыре отряда братья-копейщики. Воины германских племен. Четыре отряда охотники-лучники. И воины-волки. Жесть, короче, тут. Так, братуха, ты отсюда тоже двинуться не сможешь, да? Ну, что нам делать? В принципе, что тут поделаешь? Ничего тут не поделаешь. Здесь наемников мы распускаем. Терентийцев. Воды создавая. Сюда напередышечку. Так, не комедия. Так, 15 до отрядов здесь. Здесь у нас 7 отрядов. В принципе, 5 отрядов отсюда забрать. И можно не комедию в блокад брать. А вот эти мне немножечко тут охранять. Оберегать. Одессаса и Анфию. Не комедию бы взяли. Здесь блокпост бы нехилый такой. Хорошенький бы был бы. Блин, или же идти на Ольвию. Удар делать. Блин, с царскими скифами там тоже что-то как-то у нас не очень. Хотя минус 2 это херня. Мне надо варваров гнобить. Идти на столицу свебов. Мне надо отбиваться от селивкидов. Как-то Египет держать. Спасать. И желательно бы вторгнуться вот здесь вот. Так, если я в Галатию вторгнусь, не комедию захвачу. Укрепить своих союзников, помочь пергаму. Если только с селивкидами так же воевать. И потом надо вторжение в Массилию делать. Как-то. 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 Раз, два, три, четыре. Четыре фронта у меня будет. Блин, четыре фронта. Грандиозные, конечно, планы. Как это все осуществить? Так, ладно. Еврипантиды. 27 процентов. Так, Акротат. Может, ты ситуацию спасешь? С РДИМИ. Давай, не подкачай. Или же, конечно, еще минус нам прилетит. Так, я тут походил. Аполлоний я, значит, оставляю. На Ордиев рискую. Сингидун, блин. Нанять бы сюда армию тоже. Может быть, в Сингидуне и правда нанять армию, если сейчас свебы будут нападать на Сингидун. Блин, это кто? Наемные копейщицы. Или же на Дельмине ее потом по-быстренькому перекинуть. Вот здесь вот тоже, блин, мне как-то надо что-то делать. Так, братуха, давай-ка сюда вот в разведку пошел. Нам надо разведать, сколько тут армии. Может, тут еще одна кровица. Я бы здесь бы немножечко тоже, может, на свебу бы напал. Так, повышение тут никого нету. Никого нету. Ну, завершаем тогда ход. Что нам еще делать-то, блин? Сардеями, если только побазарить. Так, братва. Ну, оборонительные, это точно, ни хрена. Право прохода у нас, договор о ненападении все-таки, в принципе, есть. Вступить в войну, если... Если, если, если... Со свебами попробовать их втянуть. Ни хрена. Если я тебе предложу 3 900 денег, ни хрена. Так, вступить в войну с Эйбой Сильной. С Апулами. Кого они тут еще ненавидят? Киринаеку. Ну, давай попробуем. Низкий шанс. Так. Все левкиды. Но это сильный противник. Нет, не будут они так делать. Уверены, верны. Я надеюсь на вашу верность. Штардеи не нападут. Ладно-ка, все, завершаю тогда я ход. Посмотрим, что он нам принесет. Угу. Следуй за Римом и разби наших общих врагов. Так, чуть попозже. Не сейчас, не сейчас. Давай-ка встречное предложение, я тебе сделаю. Знаешь, какое... Что-то вот уберу. Ммм... Нифига, сами отказались. Не знаю, может это поможет дипломатии. Что мы встречное предложение так делаем. Перекидываем. Так, по Египту в Александрии не посмотрел армию. Блин, вот поторопился я. Сейчас самое главное, не напали бы на нас. Свебы так. Ах ты, собака. Напал. Надо было все-таки армию нанимать. Ну да ладно. Ну да ладно. Ой, блин, баллисты у них есть. Германская баллиста. Ну что ж, это тогда на следующую серию я перекину. Далеко не выходите. Пойду кофе наливать и продолжим. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok